Блин, это настолько странно обсуждать эту тему, потому что это очень интимные вещи, и никто их не обсуждает, но на самом деле это очень важно обсудить. Привет, меня зовут Авелина, и сегодня я бы хотела обсудить тему, которая не часто обсуждается в обществе и даже игнорируется, потому что это что-то связанное с половой связью, люди думают, или это просто связано с интимными местами, и поэтому это всё очень неудобно, и легче это всё обойти и как-то промолчать. На самом деле огромное количество форумов у нас, где название темы это цистит задолбал, как бы кто как лечится. Очень многие девушки пишут, что им уже не помогают антибиотики, естественно, бактерии становятся резистентны, то есть они сопротивляются антибиотикам и могут выживать, но никто не задумывается, что на самом деле цистит бывает не только бактериальный. Есть огромное количество видов цистита, есть вирус, есть нейрогенный, есть интерстициальный цистит, и, естественно, бактериальный, и, возможно, ещё какие-то виды. Но когда человек приходит к доктору и говорит, что у меня такие-то симптомы, естественно, доктор думает, бактериальный цистит и даёт ему антибиотики. Даже не факт, что помогут антибиотики по той причине, что причина цистита может быть совсем не бактериальной. Поэтому, так как я очень сильно натерпелась по этой теме, я очень много чего изучила, и я бы хотела это всё рассказать. И я уверена, что какой-то из методов, которые я расскажу, поможет. Я поставлю таймлапсы, потому что в первой части я буду рассказывать свою историю и свою симптоматику, чтобы вы смогли это транслировать, возможно, на себя. Вторая тема — это, естественно, растения, которые очень мощные и которые действительно помогают. Всё началось в 12 лет. Я тогда была максималистическим подростком, который хотела всем доказывать, что она не такая, как все, и выделяться. Я тогда год жила в Италии, и на карате ездила в одной карате-форме на велосипеде зимой. И, следовательно, когда я возвращалась с карате, вся спотевшая, я переохлаждалась. Хотя я такого не чувствовала, мне было жарко. Но моим почкам не было жарко. И тогда я первый раз схватила цистит, и мы сходили к доктору. Она нам прописала манурал. Это антибиотик, который очень широкого спектра. Он влияет на очень большое количество бактерий. Я выпила этот порошок, его принимается один раз. Всё, прошла симптоматика, я вернулась в Россию. И тогда я начала ходить с родителями в спортзал. Там была сауна вместе с бассейном. Я решила окунуться в холодную воду после сауны. И опять я его схватила. Какая симптоматика, на самом деле? Это вообще не похоже ни на какой из видов симптоматики, которые описываются в каких-либо врачебных сайтах, или то, что представляют собой врачи. Как бы цистит в обычном понятии, это когда человек учащенно мочеиспускается. Ещё есть ощущение резия в мочевом пузыре или мочепроводящих каналах. У меня как будто что-то режет, если я не попью достаточно воды. То есть, если, например, я пробегу 10 километров, и я очень сильно спотею, я очень много потею, потеряю много воды. Я физически не хочу пить. Но при этом у меня будет это ощущение резия, и мне придётся выпить литр воды, чтобы восстановить водный баланс. Даже не нужно мочей спускаться, просто пропадает эта боль. И это очень странно, потому что говорят, пейте больше воды, чтобы промывать мочевой пузырь. Просто как будто моему организму не хватает воды, и таким образом говорит с помощью боли, что мне не хватает воды, хотя ты, возможно, этого не ощущаешь. И вот я тогда уехала уже в Англию учиться, и вернулась после того, как я уже закончила школу английскую, A-level называется. И мне должны были награждать в Англии в апреле. И я поняла, что там не будет возможности выпить воды тогда, когда мне будет нужно. А так получилось, мама вспомнила или нашла доктора, детского врача, который разбирается в гинекологии. И она посоветовала лёгкий антибиотик, который она обычно советует детям. Антибиотик назывался что-то вроде афродонина. Пропила 6 дней, возможно, вместо 7 дней, и как бы цифтит пропал, я была очень-очень рада. Или даже его симптоматика просто пропала. За наше путешествие я в основном пила горячий шкал, потому что было очень холодно. И я очень мало пила воды, никакой симптоматики не было. Просто была рада какой-то свободе. То есть факт того, что много воды потреблять в принципе нужно, это да. Но хочется иметь свободу решения своего, а не то, что тебя заставляет какие-то ощущения неприятные. И вот я вернулась снова в Россию и снова думаю, теперь-то я точно могу окунаться в холодную воду. Снова появилась симптоматика цистита, только теперь она стала что-ли ещё более проявленной. Мы думаем, пока у меня есть гаприе и свободное время от учёбы, я могла бы походить по докторам. И мы пошли в самый крутой инфекционистический институт Гамелеева. По-моему, институт Гамелея на Октябрьском поле. Там какая-то крутая-крутая-крутая девушка меня приняла. Она у меня взяла мазок из-за рта, из-за носа. Потом я сдала анализы, которые смотрят, какие бактерии у тебя в толстом кишечнике и какие бактерии у меня в почвом пузыре. Ещё одна попроска, которую я хотела сделать, но забыла, это то, что во время сыроедения у меня развился жуткий, просто нереально жуткий дисбактериоз. Есть дисбиоз, есть дисбактериоз. Так вот, дисбактериоз это когда у тебя ещё очень плохие бактерии находятся на толстом кишечнике. Дисбиоз это просто когда не хватает лакто и бифида. У меня ещё не хватало лакто и бифида, и плюс у меня были энтерококи, лакто-негативные бактерии, еколиопалочка плохая. Я лечилась как только могла, очень в огромное количество потребляла пробиотики, но ничего не помогало. И несмотря на то, что я на строительстве не была, идеальное питание, всё такое, это как бы отдельная тема. Мама нашла в интернете в аксисубсилу, это просто бомба. Был один мужчина, тоже гастроэнтеролог, наикрутейший там какой-то профессор. Он мне посоветовал для восстановления микрофлоры есть молочные продукты. И я такая подумала, окей, попробуем. Я тогда была на середине, но раз он говорит, и как бы уже ничего не помогает, я вас послушаю. Ни хрена не помогло, у меня началась аллергия. Ну потому что долгое время человек не потребляет, уже отвыкает организм от переработки молочных продуктов. Боктисубтил я принимала, через даже три дня у меня всё восстановилось. Это было в декабре. К этому доктору-версологу я пошла типа в июне, в июле. Я ей сказала о том, что у меня были вот такие-таки бактерии, вот такие-то анализы были. И она сказала, что от боктисубтила они точно не могли уйти. Но я сдала анализы. И у меня только дисбиоз. То есть все бактерии эти ушли, и она очень удивилась этому. Ну окей, она нашла меня в крови, по-моему, цитомигаловирус в больших количествах. И герпес первой и второй формы. У всех есть эти вирусы, они просто в спящей форме. И она такая, ну скорее всего у тебя вирусный цистит, поэтому я тебе пропишу иммуноводуляторы и антивирусные препараты. Ещё она нашла какие-то у меня бактерии, типа стафилококк в носу и стафилококк в горле. И тоже прописала, капывая в нос что-то. Типа они ушли оттуда, но мне-то как бы пользы от этого никакой. И ничего я не почувствовала. Потому что мы не можем быть стерильными организмами. Ещё одна поправка. Я никогда не болею. И несмотря на то, что я могла говорить, что я перешла на сыроедение, и я перестала болеть. Но на самом деле я никогда и так как бы много не болела, и во время сыроедения тоже не болела. Она мне прописала иммуномодуляторы. Окей, иммуномодуляторы. I trust you. В итоге проходит тоже какое-то время. Всё я пропила, ничего не меняется. Потом у нас был знакомый остеопат. Мы ему рассказали эту проблему, он посоветовал витамины. Это вещества, которые вяжут. Они содержатся в чае. И вот есть какое-то растение, которое содержит огромное количество этих тонинов. Китайская медицина. Я купила две упаковки типа на месяц. И я принимала каждый день, несколько раз в день. Прила, они были в стеклянной упаковке и были запакованы даже железом. Какое-то маленькое облегчение было, но возможно это было именно эффект плацебо. Потому что я верю китайской и народной медицине. Но опять же, как бы ничего не помогло. Всё вернулось на свои круги. Потом я ещё в какую-то поликлинику сходила. Они сказали, да, у вас там чистые анализы по моче. Возможно, там есть соли. И из-за этого как бы царапаются стенки мочевого пузыря. Это, кстати, есть интерсценциальный цистит. Я сдала на соли. У меня всё прекрасно, всё идеально. И вообще вот по всем анализам я реально здоровый человек. Но я чувствую по себе, что у меня разваливается организм. И единственный важный ещё совет, который я могу дать. Экспериментируйте со своим организмом. Включайте какие-то продукты, добавляйте, голодайте. И следите за своим организмом. Только так вы сможете понять, как вылечить себя. Я не помню, каким образом я нашла. Но где-то было упоминание, что это лекарство может помочь от цистит. Я его заказала. И я была удивлена, что это было мощнее каких-либо антибиотиков. И эффект более-менее держался. Лечение. Сейчас я расскажу 5 топ лекарств, которые, я бы сказала, 90% могут помочь вам. Но, опять же, экспериментируйте и смотрите за дозировкой, за самочувствием. Исключайте продукты и включайте какие-то продукты. И смотрите. Первое. Это паудоарка. И как раз-таки это было первое растение, которое я нашла. А, точно! Паудоарка я заказывала, потому что я думала, что у меня паразиты. И вообще, паудоарка, оно чистит от паразитов, от вирусов, от бактерий. Оно очень мощное. Оно есть в двух видах. Как бы в капсулах можно купить. Можно купить экстракт. Это как бы есть тоже капсулы. Либо можно в чаях пить. В чаях, наверное, более безопасно, потому что можно на протяжении дня сделать чай в термосе, заварить и пить вместо воды. Кстати, было исследование, которое подтверждало, что паудоарка может действительно лечить рак. Только те дозировки, которые нужно было давать человеку, просто бы убили этого человека. По многим отзывам, паудоарка очень хорошо справляется с молочницей, с вирусными заболеваниями. Керпес, когда высыпает на губе, принимается паудоарка и очень хорошо схватывается. Не по себе, а по маме сужу. Плюс является иммуномодулирующим и противовоспалительным. Это первое, что я попробовала, и оно было эффективно. Второе, что я попробовала, было cat's claw. На русском будет кошачий когт. Я это услышала у Заболотного. Это доктор, который вёл какую-то серию лекций на ютубе. Мы к нему даже ходили на приём, но мы как бы немного разочаровались с этим человеком. Но почему он посоветовал этот препарат, это растение? Во-первых, он сам его продаёт. Ну и, естественно, заказывал через iHerbs. Это растение он советовал всем уголовно, взрослым людям, которым было типа за 50. Потому что они улучшают работу макрофагов, которые облакивают какую-либо инфекцию. И там есть лизосомы, энзимы, которые это переваривают. Я просто попробовала. Я не знала, я нигде об этом не читала, и нигде не было этих упоминаний, что он помогает прицеститель. И это было ещё мощнее, чем был дарк. Я была удивлена. И опять же, это влияет на иммунную систему. Как бы с иммунной системой у меня всё в порядке. Поэтому тут идёт несостыковка в моём понимании, что именно у меня не так. Третье, что помогло, в принципе, я советую это принимать с cat's claw. Это коллоидное серебро. И плюс, нужно соблюдать дозировку. Потому что если не соблюдать дозировку, то можно сделать только хуже. Например, полдарка. У него, в принципе, большой рейндж. Дозировка большая. Но я экспериментировала с собой и делала ещё больше. Хотя там написано, не превышать такую-то дозу. И я предполагаю, что это вообще не того, что оно противопоказано, если у тебя есть нарушение свертвости крови. Поэтому коллоидное серебро, как и любые другие металлы, они немного токсичны. Поэтому с ними нельзя перебарщивать. Четвёртое, что я бы хотела сейчас посоветовать, это cranberry. Или по-другому. Есть экстракт из cranberry. А, кстати, это клюква. Называется demonosa. Это сахар, который добывается из клюквы. И он препятствует бактериям цепляться за стенки. Следовательно, вызывает воспалительные процессы. Поэтому они как бы смываются. И как бы всё прекрасно и идеально. Поэтому, если у вас есть подозрения на то, что это всё-таки бактериальный цистит, то, скорее всего, это екольный цистит. И нужно попробовать demonosa. Там написано, что в 90% это помогает. Именно этот сахар самый важный. И не сама клюква. Пятый совет, который никак не связан с растениями. Но это очень фиктивная вещь. На самом деле, которая, возможно, является проблемой у вас. Это именно то, что соли царапают ваш мочевой пузырь. Но кроме солей, может быть, просто сахар царапает ваш мочевой пузырь. Поэтому нужно, в первую очередь, исключить сахар на какое-то долгое время, месяц. Никаких сахаров. То есть, это не просто исключить шоколадки, которые содержат реально сахар. Но исключить любые фрукты, мёд, финики. И смотреть за своим состоянием. Потому что я разговаривала с индусом, который является нутришанистом. Я ему рассказала свою проблему. Он сказал, что, возможно, это из-за того, что ты ешь сахар в избытке. В принципе, возможно, что организм будет избыток сахара выводить через чипловую систему. И, следовательно, если у вас более чувствительные нервы. Просто нарушен, возможно, какой-то водно-босолевой баланс. Будет инсулинорезистентность. И этот сахар будет, возможно, вымываться. Тоже как одна из причин. Кстати говоря, очень многие люди говорят, молочница, грибки и дрожжи, которые развиваются в нашем организме, это всё очень плохо. На самом деле, если подумать, ведь на самом деле люди не задумываются, какова роль их с точки зрения физиологии. Так вот, грибки питаются сахаром. Поэтому, когда человек потребляет слишком много сахара, и организм не справляется с его переработкой и с сжиганием, он просто даёт этот сахар как донейшн своему другу грибку, который это с радостью съедает. Таким образом он развивается. Следовательно, для того, чтобы убрать. Элементарно. Молочницу нужно просто убрать сахар из своего рациона. Хочется сахар? Есть растения, которые препятствуют размножению грибков. Есть модлук и куркума. Это топ-5. Теперь я расскажу остальные, которых я не знаю сколько будет, я не считала, но я записала их все в своей тетрадке. Если это поможет вам, вас будет огромное количество, то это вообще будет прорыв, мне кажется, потому что я не слышала, чтобы по новостям говорили, что вот это то растение, которое реально поможет вам с теститом. И все люди все равно страдают от этого. И всем советуют все равно антибиотики. Это важная тема, и людям важно об этом знать. Пока. И не важно, что анализы говорят, вы должны спросить себя вопрос. Раньше же было лучше. Если было лучше, значит, ваш организм немного сдает. Поэтому нужно прокомментировать какие-то действия в понимании своего организма. Ни в коем случае не полагаться на докторов, потому что если бы доктора реально лечили, то все вы были бы здоровы, но настолько проблемы комплексные, что каким-то маленьким советом это не решить. Нужно понимать в общем всю систему. Вы должны понимать в первую очередь себя. Доктор не может понять вас, он не живет в вашем теле. Поэтому единственный, кто может вас вылечить, это вы сами. Это действительно так.